24 часа слежу за коровой проверка тупых лайфхаков ну давай посмотрим видео масленникова ура ура так ну чё он там за месяц сел цел сделал мне мы сами сотворили тут хорроры будьте спросишь нашу зная ребят о нихуя вау 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 что происходит привет всем ребят это дима масленников сегодня будет просто сумасшедший ролик потому что мы проверяем огромное количество невероятных мифов во первых можно ли поставить автомобиль на яйцо спускаются ли коровы по лестнице и можно ли зарядить iphone с помощью овощей и много всего другого будет в этом ролике так что смотрите его до конца а пока надо сделать что вот мало это вам зачем начале видео спойлерить все да начнем мы сегодня с того что поставим машину на яйца что да блять знаете что на вот реально реально скажу был опыт жизни мы нашли в олимпиадной задачи вот такие рисуночки там говорится что не буду просто мы с пацанами команд держали если под каждое колесо машины положить по 25 яиц то и нам хватило восьми восьми и и выдержит вот и посмотрим чтобы реализовать нашу основную задачу поставить тачку на яйца надо понять сколько одно яйцо выдержит идея следующая возьмем изоленту в данном случае у нас идет не жесткая древесина а картон который деформируется если это вероятность того что яйцо в подобной системе выдержит намного больший вес выше так возрастает вини-вини стоит семь с половиной килограмм сейчас преснет лицом преснет 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 ни хера себе я бы сказал тут даже килограммы не нужны еще хочу удивляться корова есть легенда что коровы не умеют спускаться вниз по лестнице это надо проверить это быки блять вот вы как человек который все-таки с рождением видит насколько это правда смотря какая лестница ну понятно что не пожарная насколько она крутая насколько широкая семейки спасибо чисто физически вы видели такое что корова по лестнице спускалась у нас дома лестницы нет то есть в принципе вот вы как профессионал в этой сфере вы тоже затрудняетесь ответить мы не видел черт возьми я думал на этом проверка и закончится но мы простых путей не ищем поэтому мы сделали вот это видите челы просто вместо того чтобы пойти спустить корову ну на этажах до наших любимых сделали лестницу из дерева нахуя это вот если бы я распределял бюджет у этого видео блять я вчера вообще без вот задней мысли когда меня спрашивают что завтра будет на работе я сказал ну по лестнице коров выпускает я сказал что с телочками зависать буду и мальчик ази я сам бен по следующее у нас есть на 4 что по сайте на просто просил во второй да потом стремя спасибо спасибо все подъем смотрите так как у наших коровок всегда летняя резина мы здесь положили ткань для лучшего сцепления с дорогой коробка поднимается говорит салон чеки старую приходит сюда мы закрываем дверки и у нас четырёх ног у друга остается только один вариант по лестнице вниз что же коробки у нас есть в трех модификациях кузова универсал хэчбэк и кроссовер что же мы приступаем к первому эксперименту кроссовер на пони похоже ой бля что-то без тебя нет словно конец не лечу к тебе словно комета спускаюсь аккуратно слезь хрухни нам пожарте подъем маленький шаг для человека но гигантский скачок для всего человечества сколько она весит да тварь наверно тону да ребят у нас нет ахуеть это яйца у нее у него у этого ебать ребят стоп корова она моя а все коровы женщины да блять что высрал твиттер не надо меня отменять они сом женский род да вы меня да ну все коровы да все коровы стоп а как тогда коровом мужик называется типа бык реально охуеть то есть для женского рода и для мужского у них отдельно у этого существа отведено название странно вот у нас есть вот на мы называемся человек и у нас есть мужчина и женщина а вот у коров есть нету а может быть есть как называется как как объединить коровы и быка есть чате биологи алё нахуй животное нет это не так так главное чтобы она не повторила свой прошлый подвиг опа опа нихуя насадила чуть-чуть пачки ну в принципе вот вам все отношения буренки прикиньте люди бы пристал вот так вот ходят хоть и просто резко дудут решили и просто прямо так лепешка вылез сразу я на ваши лайфхаки не не хочешь мы не успели подготовиться к проверке этого мифа овощи интернет заполонил миф что смартфон можно зарядить от овощей сейчас я покажу вам уникальный лайфхак берете ваш смартфон его зарядку и втыкаете ее в лифон хлопысь и вау сухая пошла зарядка вот это чудо стоп снято слушай как в эту ахинею могут люди верить вообще как вы понимаете у подобных видео в интернете с реальностью нет почти ничего общего почему я говорю почти дело в том что с помощью простейшей химической реакции который мы изучали на уроках физики и химии школе да и понимать сейчас будет полный из лимонов можно получить немножечко электричество чтобы запитать например светодиод но хватит ли силушек у лимонов чтобы зарядить смартфон сегодня мы это и выясним ну что вы готовы так еще у нас получается падающие 7 вольт и видишь как быстро падает это идет процесс окисления и мы теряем вольтаж плохо получается по сути если мы сейчас подключим диод он буквально несколько секунд и вырубится потом ну там на 5 секунд грубо говоря может мы найдем то другое решение кроме лимонов картошку картошку ох мне нравится эти съемки а меня подождать не судьба картошки мало и стабильно стоит у нас вот она ты бы 20 так стоп мы использовали такое же количество картошки как и лимон но результат у нас получился в четыре раза лучше я вернулась чаем ну вот другое дело когда в жопу лимоны будем использовать картошку просто будет увеличить масштаб судя по первым экспериментам мы поняли что нам необходимо немножечко больше картошки только вот возникает вопрос где же ее взять друзья вы спросите а чё это за лаборатория в которой мы проверяем эти крутые лайфхаки да ты следующий яичко держись стоп стоп крутит ну вот у нас паша по себе пошло а вопрос нас так белые только белый так вот здесь скипну и надо понять сколько из потребуется для того чтобы выдержать каен весом четыре тонны 300 килограмм да ничего не осу спокойно а зачем это показ есть легенда что коровы не умеет этому курсе в итоге чай так 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 ну и то и так маленький шаг для человека ну бля мы видели мать-мать-мать-мать-мать соси лайка потекла она что-то сколько сука часов мне кажется мало это было ну ступенек обсуждали тот момент как мы будем заставлять их спускаться с кормом людей вызвали специально чтоб комфортно было психологически посмотри он двое суток это херни и делка я так понимаю что основная проблема дроба и вы получаете глаз и слюнях и заказ и какая нагрузка мне он предъявляет еще что-то как представляешь тебя такая огромная голова такие ноги огромные но как она с последней ступени зиганула пожалуйста вы обязаны вставить этот звук ставить гулять демон какие-то мемы ему надо побольше просто посидеть зумер и что он очень меня усталит старые какой плюшевый ты мне только пиздюли не дай пожалуйста потом можно можно прикинь как ликнет на хуй а хорошая красавица так но вот этот с большей опаской о посмотри бык тупо губ тупо губеньки быть это мы отолоню очень я по ходу трать не надо пожалуйста давай 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 хорошо хорошо молодец капец у него писька на брюхе ребята давай малыш давай ты моя радость мы закрываем дверки и у нас четыроногого друга остается только один вариант боится быть суре по лестнице вниз боится 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 ну так нормально все давай упал все вот вот чуть чуть больше ступенек и они бы не смогли вот чуть-чуть потому что там ступеньки как раз рассчитано то что он первые две ноги представляет на пол остальные две на ступеньки если было побольше точно бы кто-то ебнулся ну смотрите смотрите важное замечание даже я объемнулся если побольше ступени было действительно первые три-четыре ступеньки мы видим что корова начинает спускаться но камеры заднего вида нету факт и понятно что задними ногами происходит она как бы не балерина ну и вот они там запутываются они будем странные люди которые говорят коровы милые а потом хавают из них стейки я ебашу только биг тесси джуниор ко мне это вообще не относится вообще не относится абсолютно только биг тесси джуниор вот там соусец классный а вот стейки ну да черти блять я думаю что она кстати более но я не говорю что они милые поэтому жучу хочу сиганет видно что молодое животное назовешь тип бойко вот у них уже усталость в глазах чувствуется сжал бы всю корову целиком за всех веганов на свете ну что сказать по этому поводу конечно чек не донат прошлое бобо сейчас досмотрим чек на вижу так судя по первым экспериментам мы поняли что нам необходимо немножечко больше картошки только вот возникает вопрос где же ее взять ахуеть сколько картошки а ты посмотри как раз и все перевели ты представь еду эй детский труд ебаный в рот алё современный смартфон очень сложная система давайте для начала попробуем зарядить примитивный мобильный телефон нет сейчас нихера не получится мы будем дальше ковырять картошку да согласен ахуеть или где его нашли они путешествие времени сделали 2 почему заряжается от звукового кабеля 3 какой результат у нас получилось получается коричневое яйцо при нашей системе выдерживает примерно 12 по инкаре все верно сайта масса автомобиля у нас 2 4 2 400 подсказывает за 1 сюда да я типа сам выжить 192 яйца всего надо чтобы выдержать дать нужно 2 вилона положить то есть 192 мы делим на 4 48 лиц на каждую каждой штучке рядом по 48 там говорится что если под каждое колесо машины положить по 25 яиц то они ее выдержит отчеток мало что все предварительные вычисления и эксперименты за вот интересно да вот по этой шапке дать она же не спасает ничего да вот так вот если таком я вас кулака блять этот эту шапку бы снес женщины поэтому мы но в теории если кирпич упадет то спасает да то есть то ли тебе будет кирпич на кожицу твою мягенькую да то ли кирпич упадет на шапку переходим к основному деймо от моей от моего нахуй моего ястреба ебнутого не спасет ничего и как говорят в одной усатой передачи подать сюда он понятно реклама porsche понятно понятно а не мог попроще машину взять типа там семерку поближе к людям дожрался чуть-чуть показать мне яйца суп дожди это стоп это все подожди вот так это лишь да ладно хочешь сказать что целая тачка в 2 тонны 400 килограмм будет стоять вообще часть с точки зрения физики это возможно потому что почему он мне так кажется потому что типа там же вес распределяется равномерно между всеми яйцами видел они не будут же на яйца конкретно ставить они поставят эту на дощечку которая стоит на всех яйцах вроде вот расчеты все правильные честно говоря друзья я не верю своим глазам потому что но все-таки мозг воспринимает яйцо как объект не внушающий доверие а тут целая тачка будет стоять на этом слушать давайте давайте начинать срочно вывезти яйца и кстати вот такие яйца больше нравится поняли это кто теленок да ну страшно бычьи не темного не желток вкуснее знаете есть желтый желток а есть оранжевый желток у меня раньше больше нравится аккуратненько да воу воу матрин она не видит она не видит она не смотрит она не смотрит она она полностью доверяет хозяину да иди нахуй я тебя что-то душу излил с яйцами кстати можно операторов подойти посмотрите вот у них у них над копытами есть вот сзади два два шипа для зима визит вот они ими цепляются за ступеньку и поэтому корове крайне неудобно еще спускаться вот ну что это первая корова которая не двумя лапами вперед прыгнула а поочередно вот кстати это было самое уверенное схождение без хорошая будешь хлеба нет тебя покормили что схавали этот миф да схавали смотрите мы получили двоякий результат с одной стороны все три буренки действительно спустились по лестнице это факт но как минимум организм корова пост а ты может не будешь там мешать организм корова построен таким образом что она получается не видит своих конечностей и как правильно их ставить на ступень поэтому если мы тоже не видишь они у нас был бы все-таки мы же смотрим на ступеньке спускаемся да причем последняя версия когда он заднюю крутил разрушен миф или не разрушен миф мне кажется разрушен частично я согласен миф разрушен частично в данном случае эксперимент подтверждает кто слова что кто смотрит на ступенька ты просто летишь вниз чисто и чё кто смотрит под ноги то ебать вообще на уверенности идешь туда-сюда но шагнул мимо значит ты не уверен себе я так скажу на одну уверенность и шагать в заброшенном городе в абхазии коровки на первом этаже тут усилить а ебать это его когда скример корова напугали мы все измерили все почитали вот 4 дощечки dsp которые обозначают все точки где будут располагаться колеса автомобиля говорил под них мы расположим яйца на нашей уже проверенной системе и будем молиться чтобы все получилось но нам необходим сударь ясу а никита судар привет галочник по небольшая помощь и боджерс эссэмбл вот она силушка то где он видос есть класс а то здорово уже им яйца все это ставим на изоленту и в равном количестве под каждую зажечь до 34 вот эта шапка спасает от чего-нибудь что-нибудь падала не вы проверяли вот это самый главный хак вот спасает шапка от чего-нибудь это чё вот все в шапках там сыпется потолок почему молодцы или это образ как шапочка из фольги я так и знал для я сказал вам же чат формальность я так и знал ну ладно это не меняет того что видос классный но я бы тоже шапку надел если мне сказали надеть что подсосы ну что финальная часть финальная часть эксперимента я бы ни хуя не одел понятно мне плевать типа на эту шапочку я бы ходил без нее и мне все равно да и видос тоже так все понятно вот но ты сыграл нормально кстати смотри на эту в минуте да брат меня это вообще без проблем получится точно не получится я уже простой же не получилось я все видос димасом следует приколдес который есть в учебниках подобных учебниках и так далее это мне не переобулся ребята писал мне не остался человек вы просто давай давай не чеки ну вы просто не меня не поддерживаете вот в моих начинаниях я так считаю да вот это максимально научный комментарий я не переобулся а проанализировал ситуацию сделал выводы окей не так страшно давно не было стой чудо зверь господи ты боже мой господи ты боже мой пожалуйста пускай это сработает пускай это сработает что происходит ребята обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк мы творим тут всякую дичь что вы готовы дети раз два три с картошка как зря вы поменять крокодила не не поменяйте местами черный с красным раз мы брат вас картошка абсолютно они заряжается не заряжается сначала а вот видишь написание заряжает но по итогу не заряжается объясню вытащи вот то что у нас начало с амперами падать то есть видимо он сначала начинает зарядку у него падает сила тока и он не хватает получается в теории возможно с помощью подобной схемы допустим зарядить powerbank и уже powerbank заряжает другие устройства айфоны и так далее а напрямую это сделать невозможно либо придется постоянно втыкать 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 не всегда это плохо но в данном случае электрический секс очень неудобно подождите пацаны все хорошо конечно а что если алё это палец хороший лайфхак его диппинс а нет перепутал не зарядился до конца что в любом случае ребята эксперимент считаю удачным мы заряжались телефон до всего несколько секунд но заряжали мы этому лайфхаку эксперименту ставим небольшой плюсик и большой жирный минус потому что так как вам показывают сети это работать не будет буря товарищи да 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 зато сколько пюре получится пюре блин для каждого как она называется все ошибки учтены я надеюсь что сейчас мы раздавим нахрен селять мы поставим машину на яйца все получится давайте так что вы думаете выдержит если вам нужно еще для но и доски это железные яйца просто заходите на мой стрим и стимы и контакты пишите меня преп и я смотрю отсюда не выдержит выдержать но надо одновременно поставить а кстати может быть подложим по фанерке еще а по понери спереди у нас получается главная проблема будет заключаться в том, чтобы одновременно опустить все четыре колеса на все четыре платформы с помощью манипулятора и сделать это равномерно. Дело в том, что машина опускается неравномерно. Задние колеса раньше коснутся платформы, чем передние. Почему не снять колеса, поставить сначала их, а потом на колеса поставить машину? Давай еще, 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 еще. Давай, малышка, давай! Я в тебе верю! Получится? Нет. Нихуя. Получится? Я думаю, да. Получится? И это был день, когда чат разделился на две половины. Долбоеб и гений. Ну, ребят, иногда нам приходится делать выборы, которые мы должны проанализировать и сделать сами. Сука, я нервничаю! Да ладно? Да нет, ты не можешь, ты делаешь двоечко выдержать. Не может, нет. Да ладно? Стоп! Да не стоит? Стой! Давай, пускай, 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 пускай! Давай, пускай. Арки опускаются. Я слышу просто! Сука! Да блин! Пиздец, я расстроен. Ну, надежды было. Блин, это было так близко! Блин, нет! Черт! Да ладно! Аккуратно или Захаровой? Стоп! Я вначале подумал, что она стоит уже. Но там было без шансов. У меня уже встал на машину. Без шансов. Я слышу груст! Это факт. Это полный буллщит, короче. Надо считать это все по-другому. Есть какие-то нюансы. Что ж, друзья? Экспериментальным путем мы доказали, что та задачка из учебника математики ничего общего с реальностью не имеет. И этот эксперимент получает от нас большой жирный минус! Ну, блин. Хотим поблагодарить Алабуга Политех за представление такой... Блин. Ну, классный видос, честно сказать. Чего могу сказать? Вообще, если подумать, как бы там со стороны хейтера. Типа, блядь, что чел заказал 20 тысяч килограмм картошки, поставил машину на яйца там и коров спустил по лестнице. Ну, это странно, да? Но... Это весело. Вот.